Лекция по Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 25, текст 1, прочитанная его божественной милостью Ачебхактивидантой с вами Прабхупадой, 1 ноября 1974 года в Бомбее. Итак, мы читаем наше последнее издание Шримад Бхагаватам. Это третья песня, часть 4, мы закончили третью песню, выпустили ее. Это очень важная тема. Капиладев, основатель философии Санкья, давал наставление своей матери Девахути. Есть два капилы. Настоящий капиладев, это капила, он основал философию Санкья, чтобы дать наставление своей матери, но позднее появился какой-то притворщик капиладева, который исповедовал атеистическую философию Санкья. Он говорил лишь о 24 разных элементах, не говоря ничего о Боге. Поэтому есть два капилы. Одного капилу называют Девахутипутра капилу, другого атеистом капилой. Что касается капиладева, то сказано, что капилас таттва-санкьята, капила, верховная личность, таттва-санкьята, может объяснить, что такое абсолютная истина. Капилас таттва-санкьята, Бхагаван. Без Бхагавана никто не знает, в чем состоит истинное положение, высшей истины. Никто не может это знать. Поэтому Бхагаван Кришна или Его воплощение иногда нисходит в этот мир, чтобы дать знание о цели жизни. Таттва-санкьята означает «объясняющий», а таттва значит «абсолютная истина». Итак, абсолютная истина — это сам Бхагаван, сам Кришна. Так что мы не можем постичь абсолютную истину или высшую Личность умозрительными рассуждениями. Это невозможно, особенно если мы находимся под влиянием трех гун материальной природы, поскольку материальная природа делится на три состояния — саттва гуна, раджа гуна и тама гуна. Те, кто находятся под влиянием саттва гуны, способны постичь абсолютную истину. Саттва гуна — это брахманическая квалификация. Саттямшамадамасатитикша. Они могут понять. Поэтому по ведическим представлениям в человеческом обществе должен быть класс людей, настоящих, истинных браманов. Тогда они смогут объяснять истину жизни. Если все станут шудрами, тогда невозможно будет постичь абсолютную истину. Как, например, в настоящий момент, Калау Шудра Самбова. В Кали-югу все шудры. Трудно найти достойного брамана. Конечно, есть такие, но это большая редкость. Практически, особенно в эту эпоху, нет ни одного брамана. Люди этого века живут короткую жизнь. Они очень медлительны во всем. Они не заинтересованы в постижении духовных ценностей жизни, для чего предназначена человеческая жизнь. Они не заинтересованы в этом, потому что они шудры. Они забывают о истинном предназначении жизни. Манда значит медлительный и дурной. Все дурные или медлительные. У каждого есть какое-то понимание. Но это не истинное понимание. Суманда Матая и Манда Бхагья. Все неудачливы, несчастны. Их беспокоит множество причин. И постепенно ситуация будет такой. Она уже проявляется. Не будет дождя. Будет дефицит пищи. И кара-пидита. Правительство будет облагать большими налогами. Это уже предсказано, и мы это уже наблюдаем. Итак, эта эпоха, время трудное. Кали-юга — очень трудное время. Поэтому Чайтанья Махапрабху, сам Кришна, Он пришел. И Он советовал всем людям мира, просто повторяйте Харе Кришна. Очень просто. Харер-нама, Харер-нама — это не его изобретение. Об этом говорят шастры, пураны. Харер-нама, Харер-нама, Харер-нама ива кевалам, В этот век люди, будучи все шудрами, неразумными, неудачливыми, обеспокоенными, как они смогут постичь абсолютную истину и цель жизни. В любом случае, как говорится в Бхагавад-гитте, какое-то время назад, сотни тысяч лет назад, явился Капила Дева. Дева Хути Путра Капила Дева. Его отца звали Кардама Муни. После рождения Капила Девы, когда он подрос, такова традиция ведической цивилизации, когда дети подрастают, отец уходит от дел, он принимается мясу и уходит из дома лишь для того, чтобы жить духовной жизнью. Люди не жили всю свою жизнь, не гнили в материальном мире. Нет. Таково предписание шастры. Есть четыре ашрама и четыре варны. В былые времена люди следовали этому очень строго. Так, отец Капила Дева, Кардама Муни, после того, как его сын подрос, оставил свой дом, жену он отдал в попечение взрослого сына, а не наоборот. Итак, в этой части как раз повествуется эта история. Капила Страттасанкхията Бхагаван. Капила Бхагаван. Сейчас понятие Бхагавана удешевили. Люди злоупотребляют этим словом. Но здесь вы увидите, что Бхагаван это необычный человек. поскольку Бхагаван Кришна явился как человек. Потому мудхи, негодяи, глупцы, они думают о Кришне как об обычном человеке. Мудха. До сих пор есть преданные которые могут понять это. Как, например, Арджуна понял, что Кришна, хотя он мой друг, он играет роль моего друга, но тем не менее он верховная личность Бога. Поэтому когда Кришна давал наставление Арджуне ради нашего блага, Арджуна пребывал в совершенном знании, но обращаясь к Арджуне, Кришна дает наставление всему человеческому обществу. И он согласился. услышав Бхагавад-гиту, Арджуна сказал, Мой дорогой Кришна, ты Парабрама, Парабрама, каждый из нас является Браманом. Брама это вечная душа, мы не тело. Это реализация, self-realization. Вот что значит постичь себя. Это ведическая культура, человек должен понимать, кто он такой. Мы не должны оставаться в невежестве, как кошки-собаки, считая себя телом. Я американец, я индиец, я браман, я кшатри, я индус, я мусульманин. Множество обозначений. Это все телесные отождествления. А когда человек приходит к духовному пониманию, это называется сознанием Брамана. Итак, мы все Браман. Мы лишь должны понять это. Не стоит думать, что мы Аббраман, а при помощи какой-то практики мы становимся Браманом. Нет. Как золото, оно золото, но если оно забрызгано грязью, грязь можно счистить, тогда увидите, что это золото. Точно так же мы Браман, мы вечные души. По той или иной причине мы пришли в соприкосновение с материальными элементами. Бумир Апона Ловаю. У нас есть тело, мы покрыты им, и я думаю, я тело. Это невежество. Невежество. Итак, пока человек не обрел просветление благодаря духовному знанию, он остается подобным кошкам и собакам. понимание своего духовного я называется дхармой. Вот что такое дхарма. И высшая цель дхармы описана Кришна. Мы создали столько дхарм. Индуистская дхарма, мусульманская дхарма, христианская дхарма. Все это придумано. Конечно. Там есть какой-то намек на то, как совершать дхарму, но настоящая дхарма, это когда вы приходите к выводу так это движение сознания Кришны. Оно предназначено для этой цели. Мы не проповедуем какую-то сектанскую религиозную традицию. Нет. Мы проповедуем то, что понимают под настоящей религией. Религия означает дхарманту сакшат бхагават пранитам. Никто не знает, что такое дхарма, поскольку дхарма это указание высшего существа, это дхарма. Как, закон, это законы правительства. Точно так же дхарма означает веление или закон высшего существа. Это дхарма. Простое определение дхармы. Бог один. Его воля одна. Как могут быть разные дхармы? Это невозможно. Это невежество. Когда мы сами создаем разные дхармы, это все следствие невежества. Индуйская дхарма, мусульманская дхарма, христианская дхарма. Это дхарма тадхарма. Нет. Золото есть золото. Означает ли это, что если христианин владеет каким-то золотом, оно становится христианским золотом? Или если у индуса золото, оно становится индуистским золотом? Нет. Золото есть золото. Кто бы им не владел, индус или мусульманин или христианин. Неважно, золото есть золото. И мы проповедуем именно это. Вот дхарма. предание Высшему Существу. Это Дхарма. Это Бхагвата Дхарма. Всех нужно учить тому, как предаться Богу. Бог один. Не может быть двух Богов. Если Боги соперничают друг с другом, это не Бог. Как это сейчас происходит. В каждом штате Твой Бог. Нет, Кришна не такой Бог. Он Верховный Бог. Кришна говорит в Бхагавадгите, «Никто не выше меня». Вот это мы и проповедуем. Мы учим людей. Эти американцы, европейцы, они принимают это всерьез, потому что они удачливы. Они не знают об этих фальшивых богах. И в этом их преимущество. Я дал им знания о том, что Кришна стул Бхагаван своем. Я не ввожу их в заблуждение. Я даю им верную информацию. Бхагаван значит Кришна. Бог значит Кришна. Я дал им эти знания. Как почтальон. Вот Бог. И они принимают это всерьез. Поэтому они продвигаются. Убедитесь на практике. Почему они продвигаются? Потому что они не обмануты. Им дается верная информация. И они серьезно к этому относятся и делают все от них зависящее, чтобы совершать служение. Вот по этой причине. Люди удивляются, как так эти американцы, европейцы, стали такими великими преданными, танцуют в экстазе. Они удивляются. Да, это удивительно. Даже в их стране священники удивляются. Но в чем причина их продвижения? Дело в том, что они узнали правду Кришна стул Бхагаван своем. Они приняли это. Принимаете ли вы это слепо или сознательно? Если вы касаетесь огня, он подействует. Огонь есть огонь. Не нужно думать, что поскольку ребенок касается огня, он его не обожжет. Обожжет. Так почему эти молодые люди с Запада с такой серьезностью относятся к этому движению, поскольку оно действует как огонь? Действует как огонь. Они коснулись огня, и он действует на них как огонь. Итак, знание есть в шастре, которое признано ачариями. Например, Кришна стул Бхагаван своем. Ачарии это признают. Ачарью пасанам. Даже Шанкарачари. Хотя он имперсоналист. Он признал Кришну Верховной Личностью Бога. Что говорить о других? Рамануджачарь, Мадавачарь, Вишну Слами, Дмимбарх, и позже Шичайтанна Махапрабу, его последователи. Все они признают Кришну Верховной Личностью, следуя тому же принципу, как сказал Арджуна. «Кришна, ты Парамбрама». Это просто. Не нужно ничего измышлять. Кто такой Бог? Где этот Бог? Вот Бог, сэр. Вот Бог. Видите? Кришна. Почему, глупец, ты ищешь? Вот Бог. Хотя Кришна пришел в форме, которую ты можешь видеть, Кришна явился перед тобой в форме каменной статуи, но он не каменная статуя. Конечно, камень — это тоже Бог, потому что камень — это энергия Бога. Как огонь, проявляется в форме тепла и света. Тепло — это тоже огонь, и свет — это тоже огонь. Без огня не может быть света, без огня не может быть тепла. Так что материальный мир подобен теплу и свету высшего света, высшего огня. параса-брахмана-сапти сар-бейдам-макхиланг-жага. Так, например, огонь находится в одном месте. Солнце, скажем. Практический пример. Солнце находится в одном месте. Вы видите. это свет и жар. Свет и жар распространяются по всей Вселенной. И если вы воспринимаете свет и тепло, вы понимаете, что это солнце. Свет и тепло может каждый почувствовать. Поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите, Я свет и тепло Солнце. Конечно, луна не излучает тепла. Луна охлаждает. И то и другое есть. Это все энергии Кришны. Прабаса-брахмана-шаши-сурья. Почему люди тогда говорят «Покажите мне Бога». Вы каждый день его видите. В каждое мгновение. Но поскольку вы глупец, у вас нет понимания. Как только вы чувствуете тепло, любой здравомыслящий человек поймет, что это следствие огня. Если вы видите дым, любой понимает, что это следствие огня. Точно так же, если вы можете почувствовать энергию Бога, тогда вы можете почувствовать и присутствие Господа сразу же. Здесь вот эти юноши, девушки поклоняются Кришне и становятся преданными. Каков признак преданного? признак преданного в том, что преданных уже не интересует материальное наслаждение. Это преданный. Бхакти-парасану-бхаба биракти-анна-тар-шан. Так, эти юноши, девушки, они не ходят в кинотеатр. Они не курят. Они не ходят по ресторанам, клубам. Почему? Виракти. Они не хотят этого. Что говорить о этой стране, о бедной стране? В европейских странах, в Америке, все доступно по низкой цене, но их это не интересует. Им интересно сидеть на полу без кресла, без стула и следовать за мной. Следовать всему, что я говорю. Я даже не могу обеспечить их пищей в соответствии с их стандартом. Тем не менее. Почему? Потому что они не хотят материального счастья. Это критерий. Это критерий. Когда человек теряет вкус материальным наслаждением, он понимает. Человек может понять сам, насколько он продвигается в духовной жизни. Не нужно думать, что духовная жизнь это саньяси, курящий и пьющий чай по одному галлону чая. Это не духовная жизнь. У него не должно быть вкуса к этим вещам. Так что дхарма или духовная жизнь это когда у человека нет больше интереса к материальной деятельности его интересует лишь постижение Бога Всевышнего и служение Ему. Это духовная жизнь. В действительности человеческая жизнь предназначена для этой цели. Поскольку удовлетворение чувств в материальное счастье доступно также и свиньям. Они наслаждаются свинья также весь день, ночью даже, ищут экскременты, наевшись испражнений. Они чувствуют прилив сил и занимаются сексом без разбора с матерью, с сестрой, с кем угодно. Такова жизнь свиней. Поэтому Шастра говорит не ведите жизнь свиней. Вит-буджам это означает поедатели экскрементов. Они также тяжело трудятся денно и ночью. Ищут экскременты и как только они наливаются силой благодаря гипофосфату, потому что экскременты содержат множество химических веществ, гипофосфаты, проверяли это. Конечно, я не знаю, но ученые говорят, что там много гипофосфатов. Если вы употребляете гипофосфаты, иногда врачи выписывают сыворотку из гипофосфатов для слабых людей. В действительности свиньи очень жирные, поэтому те, кто едят мясо, им очень нравится свинина. Так или иначе, человеческая жизнь не предназначена для того, чтобы подражать жизни свиней. Человеческая жизнь предназначена для тапаси. Такова ведическая цивилизация. Тапаси. Есть разные уровни тапаси. брахмачарь, дай им гириасто, бана-праста, брахмачари. Брахмана, макшата, ивайши, шудра. Грихаско, напраска, брахмачари. Все это предназначено для того, чтобы люди вдохновлялись достигать совершенного уровня понимания Бога. Это называется варнашама, дхарма. Истинная цель этого, этой варнашамы, варна и четыре ашамы. Четыре ашамы. Зачем все это нужно? Цель всего этого в том, чтобы поклоняться Верховному Господу. Это человеческая жизнь. Если в обществе создавать эти деления, если человек приходит к социальной системе варнашамы дхармы, то тогда автоматически, как, например, если вы отдаёте своего сына в школу, там есть первый класс, второй класс, третий класс, восьмой класс, таким образом он постепенно двигается из одного класса в другой, и потом заканчивается школу. И человеческое общество тоже должно признать вот эта школа варнашама дхармы. Нужно принять это, и постепенно люди будут получать знания и приходить к пониманию. Брахма-джанатит, брахмана. Однажды человек поймёт, что есть брахмана, и тогда он станет брахмана. Брахмана-джанатит, по рождению все шудры. Человек должен получить образование. Самскарат бхавит диджо Двиджо значит дважды рождённый Первое рождение он получает от родителей, оса и матери Следующее рождение От духовного учителя и ведического знания Ведическое знание — это мать, а духовный учитель — это отец Затем человек становится двиджей Поэтому ему дают священный шнур Признавать им самым, что теперь он двиджо Он принял духовного учителя, чтобы постигать духовную жизнь Это важно Тогда ему позволяется читать ведические тексты Суть ведической литературы — это Шимадбхагаватам Это суть Нигама значит ведическая Нигама калапатару Калапатару — это древо желаний Древо желаний означает, что вы можете получить с него всё, что хотите То есть также ведическое знание настолько совершенное, что любое знание Если вы хотите постичь что-то в совершенстве Вы должны обратиться к духовному учителю Поэтому ведическое знание именуется Шрути Шрутриям Брамаништам Когда всё организовано из рук вон плохо Люди забывают о цели жизни Тогда приходит Верховный Господь Дармаса Глани — это человеческое общество Но когда утратило цель жизни Вот в этот момент Когда всё из рук вон плохо Тогда из сострадания Поскольку Бог больше стремится вернуть нас домой к Богу Чем мы сами Потому что мы в невежестве Мы не знаем, что есть в Царстве Бога Как вернуться туда Как стать счастливыми Мы всё забыли Поэтому Кришна приходит С определенным промежутком Он посылает своего представителя Преданного Иногда он приходит сам Иногда он посылает своего воплощения Капиладева — это воплощение Высшей Личности Кришны Поэтому здесь сказано Воплощение Бхагавана — это также Бхагаван Майя — значит иллюзия Майя означает любовь И майя означает энергия Когда приходит Кришна Или энергия Кришны Или воплощение Кришны приходит Они приходят не по принуждению Как мы Мы вынуждены приходить Мы вынуждены Получать То или иное тело Это не Атма Майя Допустим У меня вот есть такое человеческое тело Я не могу потребовать В следующей жизни Я хочу такое тело Нет Это невозможно В следующей жизни Вы получите такое тело Которое соответствует вашей карме Например, вы получили образование Вы не можете сказать Сделайте меня верховным судьёй Это невозможно Если вы достойны, квалифицированы Тогда вы станете им Точно так же кармана Вы должны обрести качество Есть 8 миллионов 400 тысяч разных форм жизни Соответственно, со своей кармой В следующей жизни вы можете стать Девутой, полубогом Если хотите, вы можете стать Индрой, Чандрой Или вы можете стать Кошкой или собакой Это зависит от кармана Дайване Трена Это будет зависеть от Моей кармы Но Кришна или его воплощение Когда они приходят Это не зависит от его кармы Потому что Он выше кармы Он совершенно независим Поэтому сказано От мамая Благодаря своей собственной энергии А не какой-то внешней энергии По принуждению Например, если губернатор Приходит навести тюрьму Нельзя сказать, что он приходит туда Он вынужден туда приходить Что он преступник Нет, он идет туда По своей воле Чтобы посмотреть Как там идут дела Но когда Обычного человека Бросают в тюрьму Он вынужден туда Садиться Потому что Его обвинили И осудили Как преступника Если преступник думает О, губернатор пришел Он такой же, как и я Если карманник Подумает Точно так же Аваджа нантиман Поэтому негодяи И глупцы Они думают Что Кришна один из них То же самое Как преступник думает Что губернатор Как Махатма Ганди Посадили в тюрьму Если Карманник думает О, Махатма Ганди И я Мы на одном уровне сейчас Нет Поэтому Говорится Атма Майя Махатма Ганди Сел в тюрьму Чтобы показать людям Если Вы хотите Сгнать британцев Не повинуйтесь Их закону И они будут Бросать нас в тюрьму Но это будет эффективно Махатма Ганди Сказал так Такой была политика Не стоит думать Что Махатма Ганди Вынужден был Сесть в тюрьму Что он Заслужил этого Это просто пример Точно так же Когда Кришна Или его воплощение Приходит В материальный мир Он Сохраняет свое положение То же самое Махатма Ганди Сохранил свое положение Не нужно считать Что поскольку Махатма Ганди Сел в тюрьму Он потерял популярность И Все перестали его уважать Нет Его по-прежнему уважали Точно так же Когда Воплощение Бога Кришна Приходит Он не обычный человек Не обычный Он Приходит По своей Доброй воле Негодяи Этого не понимают Кто такой Кришна И Они думают Что Кришна Один из нас Человек Нет Это неправильное понимание Кришны Понять Кришну Не так легко Кришна Говорит Из миллионов людей Лишь один Становится Сиддхой Сиддха Это тот Кто познал себя И Из многих миллионов Сиддх Лишь один Может Постичь Кришну Но Нам очень повезло Что Шичайтани Махапрабху Явился в этот мир Он сам Кришна И Он дал нам Очень Легкий метод Понимания Кришны Какой Это самый простой Легкий метод Приходите сюда И слушайте о Кришне Вот и все Вам не нужно ничего делать Просто приходите сюда Мы открываем все эти центры Чтобы пригласить вас Пожалуйста Приходите сюда И слушайте о Кришне Если вы слушаете о Кришне Вы очищаетесь Слушание о Кришне Означает общение с Кришней Они не знают этого секрета Но Мы проповедуем Пожалуйста Приходите и слушайте о Кришне И ваша жизнь будет совершенной Спасибо вам большое Продолжение следует...